Всем привет, с вами Спектр, и вы этого ждали, я уверен. Это еще 5 нестандартных нычек с оружием в Grand Theft Auto Vice City. Надеюсь, вы поставите лайк на видеоролик, а мы начинаем. Итак, друзья, первая нычка с оружием довольно необычна. Мы должны с вами прибыть к военной базе Vice City, затем заехать на тонное ограждение, платформу, не знаю, называйте как угодно. Далее мы должны повернуть направо, только сделать это очень аккуратно. А затем устремиться вглубь этого всего дела. И затем в мега-крутой подворотне находится наша первая нычка. Это М4. Если честно, я о ней действительно не знал. То есть, сколько я не играл в Vice City, я не знал то, что здесь находится М4. Ну, теперь, конечно же, я знаю. Правда, можно было сделать все гораздо проще. Можно было это сделать около кафе Умберто Рубины. Но немножечко побродить это, в принципе, неплохо. Правильно? Хорошо. Вторая нычка довольно необычна. Но, тем не менее, представляет себе хоть что-то. Мы получаем практически самое лучшее оружие ближнего боя. На острове Старфиш нам нужен один из этих гаражей. Соответственно, вот так вот он выглядит. И здесь находится катана. Ну, немножечко, да, не то, что, возможно, вы ожидали. Но, тем не менее, катана это довольно неплохое оружие. Ну, естественно, самое лучшее это бензопила, понятно. Но почему бы и нет, конечно же. По крайней мере, я не знал об этой нычке до определенного момента. Что происходит? У меня камера отдаляется. Помните этот самый домик? Да-да-да, здесь мы подбирали вип-клиентов первой миссии таксопарка Каффмана. Так вот, сзади его дома, кстати, находится одна пасхалочка и огнемет, который вы можете забрать. Ну, на самом деле, в нем очень мало патронов. Но, тем не менее, патронов горючего топлива. А на счет пасхалочки бассейн сделан в виде символа Rockstar, буковка R и звездочка. Но все равно довольно неплохо. Об одной из этих нычек мне говорили давным-давно. Мол, покажи ее, покажи ее. Хорошо. В особняке Диеза, ну или же в особняке Томми Версети, есть специальный проход в лабиринт. И, в общем-то, в этом лабиринте как раз-таки и находится снайперская винтовка, которую вы можете забрать аж во время убийства Рикардо Диеза. Да, немножечко необычно, но придется побродить. Кстати, если вы будете ее действительно забирать во время миссии Раб-Аут с убийством Диеза, то не забывайте, что здесь в кустах тоже будут прятаться солдаты Диеза, люди Диеза. Так что будьте осторожны. Но снайперская винтовка находится здесь вот в лабиринтике. Может быть, кто-то и не знал. Ну и пятая необычная нычка с оружием. Это у нас будет, кто мог подумать, это Кольт Питон. Да, действительно, он находится здесь в районе Литтл Гаити. Честно говоря, даже прикинуть не мог, что такая простая локация, но такая незаметная. Итак, мы доезжаем до плаката Welcome to Hell, так как он классно расписан. И да, гаитяне уже на нас нападают. И вот здесь слева находится Кольт Питон. Довольно необычная и интересная локация. Вроде бы одна секунда, буквально, да, отделяет нас от этого оружия. Но, тем не менее, сложно не заметить. Ну что, друзья, это, пожалуй, на сегодня все. Это, пожалуй, да, думаю, на этом хватит. Пять спрятанных оружий, которых вы, возможно, и не знали. Я, по крайней мере, не знал о четырех локациях до сегодняшнего времени здесь. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если хотите больше, тогда ставьте лайк. А если вы хотите больше видео по ГТА, то можете подписаться на канал. Спасибо за внимание. Всем удачи. И пока-пока-пока.